Игра «Железный предприниматель» уже проходила во многих городах России и странах ближнего зарубежья, а в Тверь добралась совсем недавно. Максимально большой охват был чемпионата, поэтому вот сейчас мы и с Тверью попробовали, еще часть городов у нас новых появилась. Надеюсь, и в следующем году будет еще больше. Будем развиваться, стараемся и становимся больше с каждым годом. Инновация за час. Именно столько времени было отведено участникам игры «Железный предприниматель» на создание уникальной бизнес-идеи, а именно разработать новый материал на основе полианилина для записи и хранения информации с повышенной стойкостью ко внешним воздействиям. С заданием, которое простому наблюдателю может показаться невыполнимым, тверские студенты и школьники справились все без исключения. Это что-то, может быть, похожее на что, где, когда, но гораздо, наверное, мне кажется, умнее и интереснее. Самым юным участникам «Братьям-близнецам» Коля и Костя по 10 лет. Они доказали, что могут соревноваться в серьезных играх без скидок на возраст с теми, кто намного старше, а также занимать призовые места. Место заняла команда «Бизнес-класс». Кто примет участие в полуфинале? Членам жюри предстоял сложный выбор. Они признаются, что каждая команда приятно удивляла творческим подходом на протяжении всей презентации. Но в бизнесе этого может быть недостаточно. Поэтому… Первое место, безусловно, заслуживала команда «Отличная пятерка». То есть, ну, там было все, потому что кроме бизнес-идеи нужно показать еще и определенные экономические расчеты. И ребята смогли, в том числе и за такое короткое время, ведь три минуты – это очень мало, я сегодня говорю дольше, да, на три минуты дать презентацию – это очень важно. Они смогли это сделать. Сегодня впервые видят друг друга. Да, по большей части. Поэтому сработаться и занять первое место для нас сегодня будет. Дорогое место. И сильной победой. Второе место у команды «Нанна Потаны». Вместе с победителями им еще предстоит доказать, какой бизнес-проект лучший.